Вот еще одно утро в Черноморском. Едем с мальчишками сейчас на учебу, на английский язык. Лошадки гуляют. Черный провожает нас. Пылища подняли. Иду на почту. Потерялась бандеролька, которая пришла еще на майские праздники. Сейчас будем выяснять, куда она пропала. Ну что, две новости. Хорошая и плохая. Галочка из Башкирии. Наконец нашли вашу посылочку. И еще пришли у меня с Алиэкспресса. Три. Новость плохая. Больше из Крыма заказать я ничего не смогу на Алиэкспрессе. А я думаю, почему такое? Уже месяц ничего не могу оплатить. Пишут, что сбой системы. А это оказывается санкции. И это ужасно. Что же мне теперь? Бросать делать украшения свои? А тут покупать фурнитуру, камни. Во-первых, негде. Во-вторых, ужасно дорого. А теперь будет еще дороже. Короче говоря, плохо. Видимо, где-то трубу прорвало. А да течет. Прикольно. Водичка. Мои. Сейчас будут асфальт ломать. Ну что, отправила я своих пацанов на английский язык. Сама иду к морю. Все засыпано. Весь город засыпан вот такими. Цветочками, наверное, да? То, что это цвело. Все засыпано. Люди уже загорают. Что творится. Почему-то, когда мне грустно, меня все время тянет к морю. Вот, кстати, комментариям вчерашнего моего видео про Крым. То, что ввели еще и Китай ввел санкции. Это еще один минус жизни в Крыму. И перестаньте мне писать, как будто это я решаю судьбу Крыма. Это мой канал. Я говорю о том, что тревожит или радует меня. Ну и людей, с которыми я сталкиваюсь. Просто такую ерунду пишут. Господи! Кому-то наплевать на то, что Алиэкспресс теперь не будет отправлять свои товары. Кто-то даже не знает, что он есть. А для меня это просто огромный минус. Я расстроилась прям не могу. А я все никак не понимаю. Думаю, наверное, я чего-нибудь понажимала не того. С ума сойти. Люди в холодной воде купаются. Ну, еще, конечно, совсем мало желающих. Так что вот так. Не зная ничего, чисто только по моим видео судят чего-то, пишут там, к чему-то ракань вы забрались. Да мать вашу! А вы все живете в особняках, блядь, на Рублевке. Я же сколько раз говорю, другие приезжают и счастливы. Это не мое место. Не мое. У меня столько горя связано с этим Крымом, что глаза ни на что не смотрят. И такие знатоки. Ой, ну прям вот, знаете, даже вот говорить не хочется. Я вчера пока читала эти комментарии, у меня до сердечных таблеток дело дошло. Прям хочется все бросить нафиг, блядь. Стараешься, стараешься. Делаешь, снимаешь. Говоришь о том, что тебя волнует. А в результате получаешь, ну просто вообще. Сколько неадекватных людей. Ой, вы знаете, я всю жизнь вспоминаю одного человека. Когда я, я же в Подмосковье жила. и каждое утро, училась же в Москве, каждое утро ездила на одной и той же электричке. Прям вот помню до сих пор третий вагон. И познакомилась с одним дяденькой. В результате мы с ним ездили три года на этой электричке. Он мне место занимал. Человек преподавал в МГУ. Он уже был пожилой тогда. Он и историк, и социолог. Господи, уже даже не помню. Профессор. И ему очень понравилось, что я такая любопытная, любознательная. А я и до сих пор такая. И вот он со мной разговаривал. Вот пока мы ехали 50-минутной электрички до Москвы. Короче говоря, я за три года, наверное, курс-то института-то прошла. Вот он мне тогда еще говорил, что людей 20% адекватных, а 80% неадекватных. в разной степени, по-разному. Но и вы знаете, я в свою жизнь в этом убеждаюсь и убеждаюсь. А теперь, когда вот на Ютубе стала снимать, я думаю, что уже не 80, а 90. И у меня очень, меня очень радует, что в основном у меня подписчики люди адекватные. вон, смотрите, рыбку не видно, рыбка плавает. Так что я не говорю про хейтеров. У них задача такая облить дерьмом. Когда людям говоришь, что я не могу тут жить, они нет, не продавайте, это рай, тра-та-тай. Для кого-то рай, для меня нет. да и для многих тоже не рай. Раньше мне очень поначалу нравился климат. Вот уже почти 5 лет. Тоже не факт. море, да. Да и то. Если я за лето один раз искупаюсь, то это хорошо. И загорать я не загораю. Я люблю просто на него смотреть. Да и, честно говоря, поинтереснее моря, видали. И не только моря, но и океаны. И никогда я не мечтала жить в Крыму. Никогда. У меня мысли такой не было. Потому что Алинка захотела сюда переехать. А я не могла ее одну оставить. теперь результат. И жить тут не могу. И Алинки нет уже почти полгода. Ой, мои дорогие. Короче говоря, чтобы понять, надо попробовать. Вообще, у меня такой принцип по жизни. Лучше сделать и жалеть потом, чем не сделать и жалеть. Ага, с ребятишками загорают. сейчас дети закончат в школе учиться и народ повалит. немножко осталось. Ну, сейчас утро еще. Не знаю, вот днем-то открыли, не открыли. Да нет, наверное, еще. Так-то все готово, но... что-то цементом заливают, надо пойти посмотреть фонтан-то этот. А я вот сейчас вот думаю, ну и плевать, что у меня мало подписчиков прибавляется, зато это нормальные, адекватные люди. Комментарии, которых приятно почитать, которые все понимают, могут оценить нормально обстановку, переживания человека. А остальные пусть подписываются ко всяким. Не буду рекламировать никого. Как говорят, пусть меньше, да лучше. Взялись доделывать, видимо, бассейн. Местные возмущаются, говорят, не могли к майским праздникам открыть. Все только к приезду отдыхающих. Столбы понаставили. Всем фонтанам фонтан будет, наверное. фонтанам фонтанам , верну. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Больше всего любили вот такое время Когда еще не жарко Тепло И осень Когда тоже становится тепло Но не жарко Жару-то не очень Скоро тут будут стоять одни палатки Торговля Ну вот провела вас По променаду Ожидающему Траву косят Когда-то я такую машинку увидела первый раз в Финляндии Только у него сзади еще был короб такой Куда эта вся трава собственно залетала И после него было чисто И красиво Ой, кусты какие Как снегом посыпанные А еще часто мне знаете что пишут Вот вы все время ноете Че я ною? Я так разговариваю Нет, главное Когда есть чему радоваться Я радуюсь Но когда Всякие неприятности Тут уж знаете Радоваться особо нечему Ну на ирисы какие А так как Особенно мне тут Общаться не с кем Это сейчас летом Будут только люди меняться А зимой то Вот я и выговариваюсь На камеру И вообще знаете Не нравится Не смотрите Заведите свой канал И ржите там Хоть сутками Если вам есть Над чем смеяться А я человек пожилой Естественно Что Меня удручают Всякие неприятности Вполне нормально А вот и товарищи Отдыхающие Спят себе Посредине улицы Вернулась Вернулась Вот что мне все говорят Не нойте Как Я не ною Я вам говорю Как есть Как жизнь идет Ну что Учительница По английскому языку Отказывается От моих внуков Потому что Ведут себя По-хамски И что мне делать С ними Я не знаю Не хотят Они учиться Кошмар какой-то Вот читала Сейчас комментарии Опять отвечала Как хорошо Вам советовать И дом-то Не там купили И так-то Не то делаете И это Не то делаете Вот честно Вот вам сказать Если бы я Решилась Где-то жить Я бы уехала В Болгарию Или на Канары Но Есть маленькое но Деньги Да Многим в Крыму нравится Люди Есть Прямо Обожающие Крым Да ради бога Я только рада За вас Я еще раз говорю Это я Высказываю Своё мнение И имею на это Право Мне почти 63 года Я пожила Детей вырастила Внуков вырастила Много где была В каких странах И мне есть С чем сравнить А чужое мнение На своем канале Я не буду Высказывать Ну вот Когда она Красота Так она Красота Чего тут Скажешь Так что вот так Пока-пока Мои дорогие Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому